А что это вы здесь делаете? Всем доброго дня, кроме всемирного зла, с которым я буду бороться до скончания веков. После моих атомных разоблачений слободяновских мировых шедевров, в которые поверили миллионы верующих, естественно, последовала реакция главного гения и его партнеров по популяризации бестопливных генераторов типа Тирхи и Рафаэля, кормящие своих сектантов отборными отрубями. Попытки уничтожить меня и мой канал не увенчались успехом. Я же, взяв некоторую паузу, так как дело навалилось немерено, решил посмотреть, Чем же мне ответит эта секта благородных дартаньянов, жаждущих дать их адептам вечное благоденствие за минимальные бабки? Всего-то за каких-то жалких десять или пятнадцать тысяч зеленых енотов. Какая мелочь! Но отбросим экономику в сторону и посмотрим, чем же мне ответили святые угодники, как оказалось Тирха, засунув язык в интимное место, готовить своим преданным сектантам отборное варево в самом подходящем для этого цинковом ведерке. Помню в детстве, когда учился в школе, то на каникулах меня брата и сестру отвозили в деревню, так сказать, на свежий воздух, и там бабушка каждый день готовила на обычной печи похлебку для свиней, вот в точь-в-точь такое же ведро. Кушайте сектантики, не обляпайтесь, заедайте финансовой пирамидой. А вот Рафаэль оказался без башени своего нареченного папашки, то бишь Тирхи, достойнейший ученик по впрыскиванию очередной доз наркошем, решил разоблачить меня после показанных фотографий про аккумуляторы в бочке, как-то упустив, однако, что главное в моем ролике было даже не наличие аккумуляторов, а тщательный анализ механики и безоговорочное доказательство невозможности в данной конструкции использовать хоть какое-либо подобие генератора, даже в макетном варианте. И хотя этот ролик был удален по просьбе всем известного троекратного высшего разума, но мне придется дать ответку этому опусу, так как явно Тирхоклон обвинил меня в обмане. То есть самые запрещенные технологии, друзья, сейчас развиваются именно в Южной Корее, где находится вот этот вот замечательный генератор и его создатель Слободян Андрей. В общем, какая ситуация, друзья, там, вот, когда вышли видео, то, что, мол, рядом аккумуляторы валяются при сборке генератора на магнитной тяге, вот этого, да, то большинство людей стало думать действительно, что в нем спрятаны аккумуляторы, но и это оказалось не так, потому что я говорю, что там замешаны достаточно интересные люди, да, которые захотели со Слободяна как бы сбить бабок, скажем так, да, которые с ним работали. И вот этот вот монарх, он тоже повязан с этими людьми, которые хотели сбить бабок. То есть этот странный, скажем так, человек-монарх 100, который поливал изобретателя грязью и говорил, что вот вы такие плохие все мошенники и так далее, я вас выведу на чистую воду, показал фотографию, где рядом аккумуляторы лежат, эта штука собирается. В итоге оказалось, что они все просто это делали из-за денег. Этому будет подтверждение. Андрей у себя на канале все это дело выложит. А прилюдные ложные обвинения в вымогании денег тянет на уголовку? Или этот сговор Андрея и Рафаэля должен быть подтвержден очень вескими доказательствами, подобные тем, которые предоставлял я? Или можно начинать уголовный процесс в ложном обвинении? Я этой жертве геноинженерии даю две недели для предоставления обещанных доказательств. А там как будет настроение, просто стукану куда надо и пусть разбираются. Так что Анриала отложим на потом. А сейчас глянем, что мне приготовил уже в собственном ведерке Слободян. На своем супер популярном канале с 57 миллионами подписчиков Ой, ссори, привиделось и сотнями роликов Да что это такое, тоже мимо доказывающих абсолютную гениальность нашего доктора наук Видим 27 секундный ролик с ликом Святоши и его корейского спасителя Ким Дин Хи Запомните, это тот кореец, который спас Слободяна в Москве от лап санитаров с дурки Вероятно спрятав чемодан и вывез в Корею Дав нам возможность несколько лет лицезреть абсолютное уничтожение мирового заговора Нефтяных магнатов и триумфальное шествие БТГ технологии по всему миру Ну и все остальное, а точнее оставшиеся три ролика посвящены мне любимому Конечно, зарядка аккумуляторов при помощи других аккумуляторов очень впечатляет Особенно на фоне суетящихся якобы японцев Конечно, этот ролик был посланием именно для меня Ведь явно надпись гласит, что после обвинений А кроме меня никто нашего Святошу за вымя не щипал Благодарные адепты били челом и просили побольше и поскорее халявы Ну кроме того, что есть тут нестыковки Так как бочка с батарейками собиралась за полгода До того, как вообще были какие-либо разговоры с делегацией Японии И, кстати, на языке вертится вопрос Если не было недовольных, а всех все устроило То где многомиллионные контракты с японцами? И где повальный переход каждого японца на индивидуальный генератор? Где полыхающий золотой век Японии? Где удовлетворенные лозунги «Даешь каждому японцу по зарядной станции»? Столько лет прошло Может мне рассказать про эту историю с японцами? А, Андрюша? Вот так вот Япония оказалась в глубокой бочке Что же там еще мне предоставил Андрей В качестве опровержения моих технических обоснований? А вот что Показал на динамометре Как у него после бодуна вылазит трясучка Всего-навсего от натяжения в 10 кило Да уж Спортом пора заняться А не литерболом Гений даже не понял, насколько сам себя запалил Так как подтвердил То, о чем я все подробно объяснил И сейчас все покажу на 3D модели На последнем ролике вообще был показан метод использования Тесламетра Для чего была подобная демонстрация Остается загадкой Так как было показано направление полюсов в соседних линейках С набитыми магнитами И был какой-то гон про компенсацию Отчего наш Солнцеликий не показал полюса магнитов в самих линейках И каким образом подобные замеры доказывают отсутствие физической напряженности между ними В общем, окончательно запалившись и показав полное отсутствие разума Наш самый великий изобретатель добавил мне качественных снимков В самой пластиковой бочке с линейками магнитов Что мне очень недоставало Ладно Обсуждение закончим И перейдем к построенной мною механике 3D модели магнитного генератора От Слободяна Так как липовый патентовед до сих пор не соизволил опровергнуть мои разоблачения Хотя очень грозился показать внутренности Я сам покажу, как все устроено внутри корзинки Сразу скажу, что я воссоздал гениальную модель Постарался соблюсти все размеры и пропорции Вплоть до миллиметра Поэтому могу продать файл, созданный в 3D Max даже Слободяну У него уже точно такого нет А так бы уже давно все показал, правда? Только я уже много лет не баловался в 3D Max Хотя, если кто знает, в течение лет 6, где-то с 2008 по 2014 Я занимался как хобби разработкой и сопровождением игровых онлайн серверов В том числе и созданием 3D моделей У меня на канале даже остался созданный мною обучающий туториал по работе в редакторе Я сильно не заморачивался с качеством и обработкой Но тем не менее, надеюсь, будет все понятно Итак, приступим Прошу любить и жаловать Личная бочка Слободяна Это то, что представляет внутренность этого аквариума Ну, конечно, я все тут не делал Все планки не ставил, так как это незачем И вот что у нас есть Вот, например, планка Она точно-точно по размеру Это 10 магнитов Если мы присмотримся Видим боковые стенки, шестереночка А это как бы несущая Про которые так рьяно рассказывал Андрей И за которую пытался цепляться Еще раз повторяю Размеры здесь один к одному Все четко выверено До миллиметра Значит, вот это у нас якобы несущая Которая находится под линейками Мы их пока уберем И теперь мы видим барабан С катушками И линейки с магнитами Ведь так все должно быть Я в том разоблачении Когда показывал внутренности на фотках Не обращал уже внимания Что на самом деле Если мы посмотрим внимательно Вот у нас три проекции Мы видим, что крайние магниты Упираются В эти шестеренки То есть на самом деле Уже крайние ряды Это чистая бутафория Остается восемь рядов Иначе Как вы сюда поместите Еще одни катушки Наверное, уж никак Вот мы уберем Вот, например, планочку И видим чисто Магниты и катушки Можем даже их подвигать Если это, конечно, все так и должно быть А как же еще иначе Попробуйте найти место Еще для дополнительных катушек Места нет То есть это все декорация Два ряда магнитов Декорация Но забыли Вот у нас 3D проекция Вот можем увидеть внутренности И сбоку Снимем пока, наверное, боковую панель И шестеренку И видим, что у нас вот они идут Можно во всех проекциях посмотреть Вот у нас барабан Который должен вращаться Ведь так же он же должен вращаться Вот это у нас катушки Это магниты Теперь, если мы это все приблизим Видите, зазорчик есть Правильный зазор? Правильный Только якобы здесь должно быть Не больше 2-3 мм А теперь, если мы сюда Поместим вот эту планку Мы видим Вот магнит у нас немножко высовывается Вот сама планка Вот зазор И вот катушки Может, конечно, можно было бы намотать Эти катушки так, чтобы они были здесь овальные Приглядимся внимательнее И видим, что зазоры В зависимости от движения катушек Увеличиваются или уменьшаются Ну ладно Идеальный вариант Катушки у нас овальные А теперь Для того, чтобы эти планки закрепить Нормально закрепить Не как корзинки, чтобы болтались Как утверждает наш гений Здесь находится несущая На основе которой Закреплены эти планки То есть приклеены Мы, конечно, можем посмотреть Внимательным Я же очень дотошный Сами понимаете И можем посмотреть Вот сейчас Вот эта несущая якобы поверхность Всего 2 мм Это пластик 2 мм Какой бы он крепкий не был Но это фактически Листок бумаги И еще Если внимательно посмотреть На фотки Или точнее видео Которые сам же Слободян и снял Мы видим, что вот эти края Прилегают плотно К линейкам А в конструктиве Как видите Здесь не было никаких зазоров То есть получается Что вот эта конструкция Должна иметь Выступающие части Для того, чтобы захватить Вот это Линейки мы точно знаем Что они прямоугольные А не какие-нибудь овальные Их никто же, наверное, не дотачивал Напильником То есть они четко прямоугольные Так же как магниты Вот этот край магнита К примеру считаем Что здесь край магнита Здесь второй край магнита Между ними Должно быть основание На котором Держатся все планки И вот дальше идут катушки То есть здесь должен быть зазор Сколько Два миллиметра Если будет несущая Это не несущая Она не выдержит Десять кило Опрокидывание Этой планки То есть по-любому Здесь будет разрыв Но мы видим Что здесь держалось Все достаточно серьезно Значит толщина Вот этого барабана Внутреннего пластикова Который тоже надо было Еще сделать Очень строго по размерам А это довольно сложно Я так скажу Диаметром 400 миллиметров Сделать барабан И шириной Где-то 500 миллиметров Это довольно сложно Поэтому толщина стенки Здесь должна быть Как минимум 5 А то и 10 миллиметров Да еще с выступающим Участком Вот здесь Вот и здесь Иначе Эта конструкция Будет болтаться Как ее не приклеивай Это просто будет Вот как Пустая бутылка Как мембрана работает Получается что Или Здесь Очень тонкая Оболочка Всего 1-2 миллиметра Не больше И тогда Магниты Как-то могут Еще взаимодействовать С катушками Хотя уже Взаимодействие Уже будет Далеко не то 2-3 миллиметра Это уже много Для такой системы Хотя Если учесть Что здесь Диаметр Больше 400 Представьте себе Насколько Здесь все Должно Строго Быть До Полумиллиметра А то и Доли Миллиметра Все Выверено Я уж не Говорил Про баланс Представьте себе Такую Конструкцию В 250 Катушек Вот это все Собрать Проклеить Удержать И сбалансировать И как бы Эта конструкция Вся гремела Я уже вам Тогда посчитал Что здесь Должно быть Только Одних катушек 250 штук Это Где-то Более 50 килограмм Меди Но как мы Уже здесь Увидели На самом деле Не 250 Катушек А уже 200 Потому что Краев Мы не видим Как видите По краю Здесь Катушки Быть не могут Восстанавливаем Шестеренку Боковую Посмотрим Какая у нас Ось Красивая 5-6 Миллиметров Правда Кто-то Может Заказать Что больше Я мог бы Поставить Больше Вот такую Ось Подшипник Я здесь Уже Не делал Все равно Сейчас Пока Не нужен Оно И без Подшипника У нас Все Крутится Красиво И вот Что Получается Вот Шестеренки Вот Боковины Вот У нас Ротор С катушками Можно Сделать Другой Ротор Вот Пример Вот Такой Ну Наверное Он Не Очень Смотрится Хотя Как Сказать В общем У нас Линейки С Магнитами И Сплошные Ряды Катушек Все Должно Сходиться Как Я Уже Показал Вот Там Зазорчики Как Видите С такой Бочкой У нас Получается Не очень Интересно Поэтому Мы Вот Этот Ротор Убираем Вот Можно Еще Вопрос Задать Куда Деваются Токосъемники Тут Конечно Можно Поизгаляться И сделать Так Что Токосъемники Будут Заходить Как Бо Внутрь Этого Барабана Ну Это Уже Усложнит Конструкцию Но Тем Не Менее Это Можно Сделать Но Где Они Как Вы Думаете Куда Могли Деться Токосъемники Вот Мы Сейчас Разденем Конструкцию И Вот Полюбуйтесь Вот У нас Планки Вот Я Только Сделал Ряд Магнитов Можем Здесь Убрать Сделаем Вот Такую Модель Можем Сделать Как Угодно И Вот Так У нас Система Вся Движется Если Это Было Бы На Самом Деле Но Мы Считаем Что На Самом Деле Поэтому Вот Пожалуйста Внутренние Части Слободяновского Генератора Разве Не Так Давайте Другой Вариант Если Это Не Так Ну Вот Вам Вообще Идеально Как Вам Шикарно Правда И Как Оно Все Движется Теперь Посмотрим Вот У нас Тут Чистую Можно Заметить И Обратите Внимание Что Сами Катушки Не Могут Быть Определенного Диаметра Оптимального Для Магнитов То Есть Площадь Вот Магнит 30 Миллиметров А Сама Катушка Может Быть Меньше 50 Миллиметров Потому Что Видите Уже Идет Накладки Это При Высоте 30 Миллиметров То Есть Я Сделал Магниты Здесь 30 И Здесь 30 Больше Делать Уже Сами Видите Какая Нестыковка А Меньше Если Будет 20 Миллиметров То Толку От Этого Взаимодействия Мало Того Что Здесь Зазоры Большие Получаются Так Еще И Катушка Тонкая Как Результат Ни КПД Ничего Тут Ни Силы Абсолютно Ничего Нет Вот Сейчас Зазор Всего 2 Миллиметра То Есть Сюда Основа Никак Не Помещается На Которые Должны Держаться Планки Или Тогда Вот Эти Все Катушки Должны Быть Удалены На 10 Миллиметров Если Сюда По Крайней Мере Основание Давать Хотя Бы 5 Миллиметров Но 5 Миллиметров Тоже Не Спасет Такого Диаметра Пластика То Должно Быть Толщина Где-то Миллиметров 10 Так Собираем Все Вместе Вот Смотрите Еще Раз Вот Это Основание Всего 2 Миллиметра И Уже Все Упирается Эти Катушки Крутиться Не Могут Они Трутся Об Это Основание А Если Учесть Что Это Больше 400 Миллиметров Диаметра То Получается Тут Еще И Какая То Бочко Образность Вот Как Не Крути Как Не Вертим Или Расстояние Между Катушками И Магнитами Должно Быть 10 Миллиметров Что Уже Бессмысленно Для Этой Системы Фактически Тут Если Просто Крутить Мотором Вот Эту Всю Бочку Этот Ротор И Попытаться Получить С Этих Катушек Какую То Энергию То Это Будет Там Может Сотни Ватт Будут Каких То Пару Сотен Но Не Больше А Если Еще Учить Что Они Должны Сами Себя Запитывает Да Еще Как-то Этот Движок И Крутить То Если Работать Сами На Себя Тут Ни О Каких КПД И Ни Ких Мощностях Вообще Речи Не Может Ну Вот Еще Раз Смотрим Вот У нас Ось Бесполезная Вот У нас Барабан На Котором Должны На Катушки По Всему Периметру Абсолютно Этот Барабан Должен Быть Идеальнейше Сделан Представляете Какое Надо Оборудование Чтобы Это Все Сделать Идеально И Толщина Соответственно Стенок Должна Быть Достаточно Большой Чтобы Удерживать Эту Всю Массу Более 50 Кило Меди И Я Тогда Посчитал Очень Скромно Там Должно Быть Не 50 Кило А Значительно Больше Потому Что Такие Катушки Они Весят Не 150 Грамм А 200 250 Я Просто Брал Минимальные Габариты Размеры И Все Остальное Соотношение Так Оставим Планки На место Вот Все Как Есть В Сборе В Разборе И Как Хотите Последний Раз Показывал И Вот Несущая Якобы Которая Должна Быть Поверх Ротора То Есть Якобы Основание Статора Который Как-то Должен Быть Закреплен И Держаться Вот Всю Эту Корзину Держать Вместе Как Он Будет Держать Как Вы Думаете Эта Система Будет Работать Как-то Или Нет В общем Категорично Или Здесь Должно Быть 10 15 Миллиметров Между Магнитами И Катушками Или Меньше 5 Миллиметров А Вообще Должно Быть 2 3 Максимум Даже 1 Миллиметр Должен Быть По идее Для Номинальности То Это Или Очень Тонкий Листочек Или Здесь Ничего Нет Решайте Для себя И И И И И И Так Бесполезно Как Не Смотри На Эта Всю Конструкцию Все Абсолютно Бесполезно Как Этих Катушек Бесполезно Продолжение следует...